Приветствую вас, дорогие друзья! Ну, конечно же, в первую очередь, это видео предназначено для тех, кто увлекается коллекционированием масштабных моделей автомобилей, в частности, общественного транспорта. Ну, я собираю все машины в разных масштабах, конечно же, акцент делается на масштаб 1 к 43, но есть такие модели, от которых я, естественно, отказаться не могу. Это все, что связано с троллейбусами, все, что связано с автобусами, там вот любой масштаб, все мне интересно. Вот я получил две посылки от магазина Unumag, от интернет-магазина Unumag. Специально заранее я уже распаковал, раскрыл эти коробки, и сейчас вместе мы будем с вами смотреть, что же пришло. Ну, конечно же, традиционно большое спасибо интернет-магазину Unumag, который всегда заботится о своих клиентах, о своих партнерах и друзьях. Вот так вот рассыпать, потом уберем, потому что Unumag умеет феноменально все упаковывать и совершенно безопасно доставлять ход на край света. Ну, я вам хочу сказать, что определенные модели у меня в коллекции повторяются. Я от них просто не могу отказаться и хочу, чтобы у меня было бы там два экземпляра, три, четыре, ну, пять и шесть. Больше шести у меня пока ничего нет. Вот этот курганский автобус от Modimio у меня уже третий. Дело в том, что я собираюсь снимать еще и другие видео, тематические видео, связанные с определенными маршрутами. Хочу смоделировать автопредприятие АТК, да, автотранспортный комбинат, как это раньше называлось, автоколонны. И поэтому мне в автоколоннах или же на автостанциях нужны одинаковые модели. LAS Tourist. Кстати, вот LAS 699R сейчас выходит в LAS 697R, и я его получу тоже со дня на день. Очень жду. Совершали такие рейсы по всей Грузии. Были автобусы, которые базировались в Твилиси и, естественно, по расписанию отправлялись в пригородные рейсы. Были те, которые были приписаны к автотранспортным предприятиям Батуми, Кутаиси, Телави. Ну, конечно же, такие машины обслуживали еще и экскурсионные маршруты. Но с конца 80-х и в начале 90-х уже было не до экскурсии, и в основном все они были переброшены на междугородние рейсы. И, конечно же, вот международные рейсы тоже они совершали. Следующая модель – это зарубежный троллейбус, который я тоже получил от UNOMAC. Это коллекция, вот написано Made in Bangladesh. Чем-то он напоминает издалека Шкоду 9 TR, но это другая модификация. Такая линейка тоже, естественно, очень интересна. Чаусон – ветра. Вот это ветровский троллейбус, который, если я не ошибаюсь, где-то в 50-х, 60-х годах прошлого века активно курсировал он по городским маршрутам. Давайте дальше посмотрим, что еще у нас здесь. Так, следующий. Ну, это наша действительно легенда – ИК РУС-260. Я не устану выписывать эти машины. Их у меня достаточно много в коллекции разных видов, разных модификаций. Ну, о чем вы говорите, товарищи? Рыжий, знаменитый рыжий автобус. Я о нем тоже буду записывать отдельное видео, потому что я хочу сделать такую серию материалов, которые касаются именно тбилисского транспорта. Все, что связано с Тбилиси, все, на чем ездила, каталась, передвигалась мое поколение, более старшее поколение. И кто из более младших тоже успел воспользоваться этими очень душевными и очень такими автобусами с человеческим лицом. Да, сегодня очень много транспорта. Транспорт достаточно неплохой в Тбилиси. Новые автобусы у нас, МАН и СУЗУ. Но вот те автобусы, они имели свое лицо и свою душу. И в продолжении этой же темы автобусов со своим лицом и со своей душой, это Икарус 250, красный автобус, как его в Тбилиси называли. Ну вот этот автобус, это наше все, потому что я вот именно на таком автобусе, на экспрессе, жарким июльским днем отправился с Авлабара, высотный корпус университета, на первый экзамен по математике. Это было 6 часов утра. И вот со мной поехала на экзамен болеть за меня моя мама. Мы никому не рассказали, не сказали, что у нас экзамен, потому что пошел бы со мной весь наш двор, пошли бы со мной все наши родственники. Тогда, вы знаете, это было очень принято и очень практиковалось, что за человека болели всем двором. И вот мы тихо, про первый экзамен никто не знал, про остальные уже все знали, кто хотел, без проблем ходили. И вот мы даже скрыли от папы, что у меня экзамен. И вот так вот мы в 6 часов утра тихо вышли из дому, спустились вниз на остановку и как раз проезжал экспресс. Мы на него прыгнули и поехали. И очень удачно, очень успешно я сдал экзамен. Так что вот этот автобус, он для меня такое судьбоносное значение имел. Так, дальше, что еще здесь у нас? Вот это малышка, москвит 400. Это тоже я его выписал. Я люблю очень эти маленькие машинки послевоенного периода. Они тоже очень атмосферные, очень приятные. Кстати, вот такая опель тичико у нас стоит в бывшем Горьковском саду. У меня даже есть фотография, я где-то, по-моему, на какой-то из площадок ее выкладывал. Обязательно покажу. Или же еще раз сфотографирую эту машину, такую машину настоящую. Она стоит, это бывший Горьковский сад. Сейчас это называется Варде-Бисбарри. Сад Рос. Вот обязательно туда нужно будет заглянуть и сделать фотографию. По-моему, здесь с этой коробочкой все. Здесь больше, в принципе, у меня ничего нет, кроме моих дорогих журналов, которые соответствуют номерам. Ну, вот вы про эти журналы, в принципе, все знаете. И те, кто выписывают журналы Модимео, получают их, то знаете вы, что знакомиться с содержанием этих журналов тоже очень интересно, полезно и познавательно. Еще раз хочу поблагодарить я интернет-портал, интернет-магазин Unumag, который уже на протяжении нескольких лет вот так радует меня своими посылками и своими поставками. Давайте сейчас переходим мы уже ко второй коробочке. Посмотрим, что здесь у нас. Я всегда с большим удовольствием и с большим трепетом раскрываю эти коробки. Так получилось, что два пришли ко мне отправления вместе. Вот. Сейчас самое главное ничего не выплесну. Здесь тоже всегда, я вот еще раз хочу отметить, очень аккуратно все это упаковано, так, чтобы ничего не испортилось. Вот. Форд Транзит. Эту машину я хотел очень иметь в своей коллекции. Форд. Потому что, в принципе, вот эти машины сейчас, до сих пор они, Грузии, очень активно используются на различных мероприятиях. Междугородние рейсы, вот такие, Твилиси, Кахетия, да, скажем, Твилиси, Гори, вот эти вот микроавтобусы по сей день на слуху и на ходу. Дальше заглядываем, вот эта знаменитая автоистория, мусоровоз, контейнеровоз, который, в принципе, автоистория, вот так пошагово повторила за ССМ. И очень хорошо сделал, хочу отметить, у меня ССМовский мусоровоз тоже есть. И, естественно, я не мог пойти мимо этого, потому что я про эту тему, про тему коммунального хозяйства Тбилиси тоже буду снимать видео. То есть мы сейчас просто с вами знакомимся с машинками, а потом уже мы будем рассказывать, мы будем говорить о Тбилиси через призму того транспорта, который, масштабные модели которого есть уже в моем арсенале. Вот еще раз Икарус 260, но уже от советского автобуса. И эти машины тоже уже стали раритетами по той простой причине, что советский автобус выпустил достаточно большую линейку автобусов, продукции и троллейбусов. Но вот в последнее время мы уже ничего от советского автобуса не видим и не слышим. Последний номер, по-моему, последняя новинка, это был троллейбус МТБ-82. Там были две машины. Машина горчичного цвета и темно-зеленого цвета. И больше ничего от советского автобуса не появлялось. Я даже не знаю, что они делают, живы или нет, или же модифицировались, или же они переросли в другую компанию, или же они просто ушли с рынка. Было бы интересно, если кто-нибудь из коллег-коллекционеров, которые все знают, напишут. Было бы, конечно же, очень интересно. Я был бы благодарен. Давайте дальше посмотрим, что он мне Унумак еще прислал. Дальше мы продолжаем путешествие. Вот это, дорогие друзья, уже большая редкость. Большая редкость. Это троллейбус ССМ. Вот заговорили об ССМ и вот вышла на орбиту машина. Это троллейбус ЗИУ-9 от ССМ. Это тоже редкость. У меня есть две такие машины. И это третья. Вот именно в этом покрасе, в других расцветках тоже, естественно, у меня есть машина. Но я думаю, что некоторые коллекционеры расскажут, зачем тебе. Но я отвечу, что у каждого своя болезнь. У каждого свои тараканы и свои комары. Например, некоторые мои друзья, коллекционеры, активно охотятся за легковушками производства времен СССР. Вот эти самарские, кажется, машины. Я о них вообще ничего не знаю, потому что я их не собираю. В свое время, когда мне было 7 лет, 8 лет, у меня был тот самый легендарный москвич, который там один из первых появился. Потом стали появляться уже Волги. Потом появился РАФ, чтобы я в последовательности не ошибся. РАФ, кстати, мне купили в Кисловодске. Это был, по-моему, 1980 год, если я не ошибаюсь. Как раз год Олимпиады, Олимпиады-80. Прекрасная машина, но она у меня почему-то не сохранилась. Вот москвич у меня сохранился. Вот тот самый Вишневый 412 у меня он сохранился. Я обязательно вам его как-то покажу. Я его испортил, честно говоря, и очень жалею. Почему-то я еще тогда не был коллекционером. Мне было где-то 9-11 лет. У меня была другая страсть все переделывать. Я его превратил в кабриолет, конечно же, испортил. Вот эта машина тоже обязательно должна была быть в моей коллекции. Не в одном экземпляре, а в двух. Одна у меня уже есть. Но вот сейчас от Ультры. Троллейбус ТБУ-1 от Ультры. Это 55-58 годы. Годы это такая переходный такой мостик, да? Переход, переход. Своебразная такая вот эпоха менялась от МТБ и переходили уже на ЗИУ-5, который долгое время проработал. И где-то есть вот у меня фотография. Вот именно вот такой троллейбус ТБУ. Он как экспериментальный в Тбилиси на проспекте Руставели. В районе гостиницы Иверия. Вот есть такая вот фотография. В хронике Грузинформа старая, естественная фотография. И вот она вот, по-моему, к 60-м годам прошлого века она относится. Очень интересно. И эта модель тоже очень хорошая от Ультры. Я Ультры очень уважаю эту компанию. Но она тоже, кстати, уже давным-давно ничего не упускает. Вроде бы она тоже исчезла с рынка. Еще коммунальщики. Трилетские коммунальщики, приветствую вас. Еще один мусоровоз. Это на базе ГАЗ-53. Мусоровоз. Вот они вот будут вместе в одном парке у меня служить. Вместе с ССМ-овскими моделями они будут работать бок о бок. И, конечно же, будут обслуживать районы Тбилиси. Ну, естественно, это шутка, я говорю. Ну, а для чего они у нас будут все в пределе. И завершает нашу линейку подарочную. Ну, не подарочную, а коллекционную. Для меня каждая моделька это подарок. Наши поезда. ТЭП-60, дорогие друзья. Электровоз. Вот ТЭП-60. Это привет компании МодиМио, которая тоже очень активно со мной сотрудничает на страницах определенных соцсетей. Мы переписываемся, я выкладываю специально публикации под рубрикой «Наши поезда». И всегда от редакции издательского дома МодиМио есть приятные отзывы, есть такая взаимная реакция, позитивная. Я делюсь информацией о наших поездах в Грузии, о подвижном составе. Ну, а МодиМио активно тоже использует мои публикации на своих страницах. Вот такие у нас интересные модельки сегодня. Соответственно, естественно, и журнал со своей такой очень интересной открыточкой. Вот я вам сейчас покажу. Это наши поезда. Вот, давайте посмотрим. Вот наши поезда. Это у нас был номер 7. Номер 8 это у нас Т1, который сейчас в дорожке, в пути и тоже скоро доберется до моего тбилисского депо, дорогие друзья. Вот такой был у меня обзор. Большое спасибо всем за внимание, за то, что посмотрели это видео. Я думаю, что для тех, кто увлекается коллекционированием моделей, это видео было очень интересным, занимательным и полезным. Всем коллекционерам на широтах бывшего большого государства под названием СССР большой привет от наших грузинских коллекционеров. Нас много. У всех свои интересы, у всех свое хобби, у всех свое направление. Кто-то коллекционирует грузовой транспорт, кто-то коллекционирует общественный транспорт, кто-то, как я уже отметил, занимается коллекционированием вот тех самых машинок под рубрикой «Сделано в СССР». И у них очень много таких машин. Они принимают участие в аукционах, скупают, покупают друг у друга, обмениваются машинами. В общем, бурлит серьезная жизнь, да, еще и те коллекционеры, которые занимаются железнодорожным моделированием. У меня есть друзья, которые делают диорамы, которые делают очень интересные проекты, связанные и с железной дорогой, и с общественным транспортом, и с очень интересными макетами. И о них тоже я вам периодически рассказываю и показываю то, чем они занимаются. Большое спасибо за внимание и до встречи в следующих видео.